Приветствую вас, Роман. Честно говоря, я бы сказал, что никто из психологов так же не может знать, как вам жить. Потому что жизнь ваша, вы взрослый человек, вы сознательно делаете какие-то свои выборы, я надеюсь. И, соответственно, никто не знает, как вам жить. Если вы не знаете, как вам жить, то уже другие люди откуда могут знать, как вам это делать. Поэтому, я думаю, здесь важный момент следующий. Вы рассказали свою историю. История, безусловно, печальная. Грустная история, я бы сказал. Вы говорите, что вам обидно. Вам обидно, что вы вот жертву за собой, ни в чем не отказываете. Вот. И это понятно. Но делать с этим вы что хотите. То есть, такое ощущение, что вы и отказать не можете своей жене, да, как бы. То есть, не можете, не можете не продолжать, но помогать ей во всем и облачивать все. И обновление такое терпеть не можете. Что же. Вот. То есть, вы, по факту, находитесь, ну вот, в определенной такой позиции жертвы. Получается. Вот. И вам нужно в этой ситуации прийти к выведу, помочь для себя определить, чего вы хотите вообще. Вот. Из таких вот проблемных моментов, которые я мог бы, ну, в какой-то степени, обратить ваше внимание. Это два. Два момента. Первый момент касается того, что вы почему-то нет в этой собой. То есть, то, что вы делаете, почему-то, вот, ну, выглядит и... Выглядит и воспринимается вами, как некая такая вот, жертва. То есть, принеси, ну, принесение себя в жертву почему-то. Почему-то. Вот. Хотя, на мой взгляд, можно было бы, в принципе, ну, делать, да, вот. Заниматься тем, чем вы занимаетесь, в общем-то, не счастлива собой. То есть, не делая чего-то через силу. Вот. Другой вопрос, если вы так не... если у вас так не получается, если вы так не можете. Это вот уже, наверное, другой вопрос. Ну, этому нужно учиться. Особенно, если вы как-то вот привыкли с собой все-таки жертву. Следующий момент, на который, как мне кажется, важно обратить ваше внимание, это то, что вы не можете терпеть ханство от подростка, как вы говорите. Вы только вот, ну, прислушитесь к тому, как это звучит. Вы, взрослый мужчина, не можете терпеть хамство от подростка. Нет, понятно, что вам не должен хамить подростка, но и вам воспринимать его, как равного, кто-то, кто способен вас задеть, тоже, мне кажется, странно. Вот. Как он вас задевает. И, в первую очередь, разобраться, на мой взгляд, вам нужно с этим. Как у подростка, получается, задеть вас взрослого мужчину, который, к тому же, обеспечивает, ну, как бы, семью. А подросток, в общем-то, еще только формируется, как лично. Вот. Это мне, что, в какой-то степени, это ситуация связана с тем, что вы с собой жертвуете. То есть, вот, вы с собой жертвуете, надеетесь на то, что вас, как бы, ну, не знаю, похвалят. Вот. Надеетесь, что вам, там, например, скажут спасибо, вот, а не говорят и в итоге ситуация вырисовывается довольно печально, довольно грустно. Вот. То есть, как будто бы люди не оправдывают ваших надежд. Вот. Как будто бы люди не оправдывают ваших ожиданий. Понимаете? Какая штука. Вот. Ну, это к вопросу про внимательность. Того, что вы делаете. То есть, это именно, вот, к вопросу о том, насколько вы внимательны к, вот, себе. Вот. Когда... Эээ.. Делаете… то или иное за... для других людей, вот. Потому что пока что получается, на мой взгляд, так, что не особо-то вы и внимательны к себе. Из-за чего вы оказываетесь в более уязвимом положении даже, чем мальчик, который от вас полностью зависит, при том, что вы говорите об этом так, что не могу терпеть хамство от подростка. Как будто, если бы это был не подросток, вы бы могли терпеть от него хамство. То есть, ну, как бы, я понимаю, что вы, скорее всего, говорили немножко о другом, но выглядит это так. Вот, по крайней мере, для меня. Я думаю, что очень важно вам на эти именно вещи обратить свое внимание. Очень важно вам именно на эти вещи посмотреть, да, вот, а не ждать там от жены, что она вас защитит от подростка. Она может защитить, а может и не сделать этого. Она может, ну, она может сказать что-то, а может и не говорить чего-то. Это ее право. Вот, понимаете, как бы. Может быть, она смотрит и ждет, вот, как вы сами выстроите отношения с, типа, ее мальчиком. Вот, вот, знаете. Мне, как мать, в принципе, может считать, что хамства со стороны ее ребенка возможностей. Вообще нет, потому что вы взрослый. Но вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что ваша жена вас как-то вот не ценит, да, она как-то вот склонна к тому, чтобы вас унижать. Она склонна к тому, чтобы вас принижать и, на мой взгляд, это, в общем и целом, совершенно нехорошо. Вот, на мой взгляд, это говорит о том, что в отношениях как-то вы себя ставите вот несколько, ну, несколько обесценивающе. И, как бы, жену, да, вы изменить свою не сможете, вот, ну, потому что, как бы, вот, она уже такая, да, она уже сформировалась, можно сказать. А вам, вам измениться, в принципе, вполне реально, вот. Вот, ну, это, на мой взгляд, вопрос уже касающийся, ну, например, психотерапии, да, то есть это вопрос, который вот можно разобрать именно вот на психотерапии. То есть это может быть задачей психотерапевтической работы, например, вот, ну, я имею в виду задача, допустим, вот, там, выходить из жертвенности, да, работать с обидами, вот, и смотреть на то, как вы себя воспринимаете, и как вы выстраиваете отношения со своей жизнью, вот. Если я правильно понял, у нее уже был муж, у вас, соответственно, первый брак, я так понял, если я правильно понял, у вас это первый брак, и, соответственно, как бы это неприятно не звучало, но если один из партнеров имеет за плечами неудачный брак, вот, то на этом всегда есть причина. Вот это не значит, что тот, кто развелся, да, какой-то клеймен, нет, никакого клейма нет, просто говорит о том, что у человека могут быть определенные проблемы, в постоянных отношениях, определенные деструктивные паттерны в поведении, в том числе в поведении к, вот, ну, к своему партнеру, например, к вам, да, допустим. Вот, какой момент здесь, вот, и, это важно все. Все это важно, как мне кажется, вот, если на это вы, например, если на это вы не обращаете внимание, да, вот, то могут быть, конечно, весьма серьезные трудности у вас. Вот, поэтому, это вопрос важный, ну, того, как вы взаимодействуете со своей, именно со своей супругой, это вопрос именно про это, про то, как вы взаимодействуете. Вот, можно предположить какую-то банальную достаточно историю, например, о том, что вы мало проводите время вместе, вы много работаете, вот, соответственно, нет никакого взаимодействия между вами и женой, и жена вот так вот, как бы, проявляет какую-то свою недовлетворенность. Вот, то есть, ну, вопрос, да, вот, как вот вы, опять же, выстраиваете свой контакт со своей женой, вот, если вы его выстраиваете, исходя из, вот, такой вот позиции, что я должен только работать, например, вот, и это, ну, это единственное, вот, как я взаимодействую с женой, вот, то это, конечно, ну, может быть, весьма серьезные проблемы, как мне кажется, по крайней мере, вот, на мой взгляд, и повторюсь, вот, поэтому здесь аспект вот такой. Вот, в принципе, то, что я бы хотел вам ответить, то, что я мог бы вам ответить сейчас, со своей точки зрения, со своей позиции, вот. И в целом, в целом, даже в рамках вот своего вопроса, вы пытаетесь на нас переложить ответственность, если вы говорите, я не знаю, что делать, как быть в ассоции, я не знаю, ну, такое, и психологи тоже, не знаю, что же ваша жизнь, как бы, вот, знаете, какая штука, какая штука-то, вот. Поэтому, мне кажется, что задача психотерапевта в работе с вами, как раз, могла бы быть, именно вот, помощь вам в определенности, в определении. В этом все. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.